Ну что ж, еще раз, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжается бизнес-канал, сейчас время сухого остатка. Как всегда, в это время по Москве 18.00, мы говорим о текущей ситуации на финансовых рынках. Не будет исключениями сегодняшний день, тема сегодняшней программы – прогнозы по рынку акций. Каких сюрпризов ждать в сезон отчетности. Действительно, начался сезон отчетности, сегодня отчиталась компания «Алкова». Ну, американские, да, прежде всего. Хотя, собственно, и о наших можно поговорить, отсечки так называемые, да, стартовали. Так вот, об этом, обо всем мы сегодня разговариваем. Я представляю моих гостей. В студии сегодня Александр Лапутин, руководитель направления персональной брокерской обслуживания брокерского дома «Открытие». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. И Александр Бохин, заместитель директора управления фондовых операций институтной компании «Проспект». Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Ну, я предупредил, да, поскольку вы оба Александра, я буду звать вас иногда и по фамилии еще, так что не обижайтесь. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Все это вам понадобится для того, чтобы задать вопросы моим сегодняшним гостям, ну, либо поделиться собственными мнениями на этот счет насчет того, а что же в ближайшей, средней, а может и в долгосрочной перспективе ждет финансовые рынки, ну, и преимущественно рынок отечественный. Кстати, сразу я вот горячую новость прочту, мы ее можем обсудить, а можем и нет. Госдума утвердила Эльвира Набиулина, председателем Банка России, 24 июня 2013 года. Кстати, она выступала сегодня в Госдуме, там интересные какие-то вещи говорила, можем об этом вспомнить. Ну, а традиционно 18.06 в Москве я начну с того, что нарисую картину маслом, что же происходит на основных финансовых площадках на это время. Ну что ж, начнем, наверное, с того, что отечественные индикаторы сегодня в положительной, да, в зеленой зоне, и прибавляют по проценту практически индекс РТС, МХ, МВБ, то есть все достаточно неплохо. Европа в вялом плюсе, ФУЦИ-100, 0,3% прибавил. Значит, наверное, стоит отметить, да, немножко подкорректировался, ну, немножко, 0,02% это, конечно, не падение для Nikkei, я имею в виду, для японского индикатора. Но закрылся он сегодня практически у ватерлинии, а американцы открылись, ну, с небольшим гепчиком, и сейчас в моменте также в минусе, тоже на символические 0,03% и 0,06% соответственно. Ну, посмотрим за их динамикой, главное, все-таки мы видим сегодня на российском рынке акций отскок, и это уже неплохо. Этот же самый отскок мы наблюдаем и на сырьевых площадках, в частности, нефть марки Брэнк выше 105, правда, сейчас вот последняя информация, опять она ушла ниже, но, тем не менее, отскакивает золото 1577 за унцию. Ну, и если говорить о инструментах рынка Форекс, ну, в частности, евро-доллар, также выше 1,30 держится, держится достаточно уверенно, пока тоже можно говорить о неком отскоке. И основной набор голубых фишек сегодня, ну, как всегда, наверное, в последнее время разнонаправленно движется, нет общей динамики, но, тем не менее, в лидерах роста акций банка ВТБ продолжают они свой отскок, почти 3% сегодня прибавили, Норникель прибавил чуть больше 2%, и по 1,5% Сбербанк и акции обыкновенной Северстали. Хуже рынка 3% теряет АвтоВАЗ, ну, и можно отметить Роснефть, половину процента в минусе, и Росгидро также примерно, примерно так же. Ну, бог с ним. Вот такова картина масла. В общем, жизнь продолжается, да, не совсем она, как бы мне так кажется, логично продолжается. Ну, нет, тенденции мы все время, да, по этому поводу с вами переживаем. Давайте обсуждать. Итак, обсуждать будем текущую ситуацию. Прямо вот, собственно, сегодня, 9 апреля, вот, и жизнь складывается таким-то образом. Александр, Саш, Лапутин, Лапутин, да, давай, тебе первый вопрос, как ты видишь эту самую жизнь? А, жизнь складывается более или менее нормально, по крайней мере, да. Нет, давайте уже определимся, мы тут за эфиром, да, я сегодня оптимист, сказал мне Александр Лапутин, давай свою оптимистическую позицию изложи тогда, как она выглядит. Ну, да, оптимистическая позиция в том плане, что, как мы тут опять же за кадром договорились, все мы умрем, но плюс в том, что, наверное, не сейчас, да. Вот, действительно, ну, как сказать, практически в любое время, там, практически каждая передача о фондовом рынке начинается с того, что, ну, вот, сейчас плохое, трудное, там, какое-то время, да, оно всегда такое, на самом деле. Очередной вопрос, только причины разные совершенно, да, то есть, ну, вот, с Кипром более-менее как-то... Уладили. Кипр с первых полос, скажем так, ушел, вот, более-менее евро подтянулся, да, вот, доллары начали чуть-чуть продавливать, если так глобально, ну, как бы, скажем так, отскок, да, вот, народ, выводы из России большие, действительно большой отток, то есть, ну, скажем так, вот, если там более-менее глобальную картинку, да, вот, разговариваешь ты с инстанциональным инвестором, иностранным. Так. Говоришь, у нас в России все зашибись. Это гипотетически или ты с ним действительно разговариваешь? Ну, на самом деле, это, скажем так, это выдержка из... Выдержка, да, из реальной беседы, так, очень интересно. Из реальной беседы, так, беседовал не я, но... Ну, тем не менее, выдержка, да. У нас в России все хорошо, пошли инвестировать в Россию. Давай. У нас есть хорошие вещи, типа МТСа, типа магниты и так далее, и так далее, и так далее. Ответ. Да, окей, договорились. А какие у вас темпы роста экономического? Ну, 3%, дай бог бы, сделаем уже, да? Понятно. Договорились. А экономика у вас какая? Понятно. Ну, типа сырьевая и так далее. А инфляция у вас сколько? Столько-то. Он говорит, ну, вот смотрите, я вам скажу, вот есть один рынок, который в несколько раз больше вашего, у которого инфляция крайне низкая, а темпы экономического роста почти такие, как у вас. И вопрос, как называется этот рынок? И вопрос, да, почему я должен инвестировать в Россию, а не в Штаты, например, да? Конечно. Вот, очевидно, самая диверсифицированная экономика и так далее, и так далее, и так далее. Что мы, собственно, и видим. Действительно, сейчас особых поводов, если с точки зрения глобального, особых поводов инвестировать в Россию нет. По крайней мере, действительно, есть более интересные варианты, да, и так далее. Россия это все-таки прокси на сырье, хоть как ни крути. Вот, самостоятельных экономических пока там причин нету, как, например, в 2005-2006. Ну, хорошо, это ты разговаривал с иностранным инвестором, а с родимыми ты, с россиянами, ты как ведешь беседу? На самом деле, когда бумага падает, она падает одинаково для нашего и для западного инвестора. Ну, для нас, во-первых, наш отечественный инвестор, он патриот, он должен видеть, что «Газпром» стоит 130 рублей. Патриотизм зачастую к убыткам приносит, патриотизм в финансовом плане, да? Ну, понятно, да. Он не должен руководствовать, да? Да, безусловно, то немножко другие вещи. Ну, что касается перспектив, да, сейчас действительно тренд нисходящий, очевидно. От сколько будут, будут. Скажем, ну, не то, чтобы сильно нас держат до отсечек, но все-таки отсечки это какой-то хотя бы крючочек, за который рынок пытается зацепиться каким-то образом. Тренд вниз, то есть сейчас вопрос, как действовать, да, очень осторожно, на самом деле. Да, вот, действительно, мы всех клиентов тоже пытаемся именно, ну, пытаем уже довольно давно, да, переключить именно на консервативные рельсы. То есть не брать излишнего риска, не вставать против тренда, да, не пытаться при плохой динамике много заработать, да. Лучше, грубо говоря, плохие времена лучше пересидеть, а на хороших заработать. И в целом будет хорошо. В чем надо пересидеть плохие времена? Спасибо, подожди секунду, я вот сейчас к Александру Бохину, Саш. Тебе вопрос, возвращаясь к сезону отчетности, да, американских компаний, компаний-эмитентов. Как ты думаешь, ну вот, сейчас, сегодня я уже повторю, неплохую отчетность, да, показал Алкова, ну и дальше мы будем по списку. Ожидания какие у тебя? Ну, я скажу честно, что каких-то специальных ожиданий именно по отчетностям в США у меня, наверное, нету. Потому что, в моем понимании, ну, так сказать, отчетность вещь сезонная, всем привычная. Скорее всего, в среднем ожидания по отчетности, наверное, сейчас по рынку, наверное, не самые плохие. В связи с этим, я думаю, что, ну, хорошие отчеты как-то, наверное, сильно не отработаются. Если будут какие-то разочарования, наверное, провалы могут быть достаточно серьезные. Это американский рынок, да? Конечно, номинально он стоит достаточно высоко, и там все так вот оптимистично его смотрят относительно всех остальных рынков. Поэтому, наверное, в данном случае, так, ну, могу предположить, наверное, плохие отчеты, если они появятся, ну, естественно, они будут какие-то появляться, они, наверное, будут весить немножко больше, чем хорошие, оказывать больше влияния на рынок. Именно с той точки зрения, да, что мы смотрим на исторический максимум и все время берем коррекцию. Именно с той точки зрения, что к сезону отчетности рынок подходит в достаточно позитивном состоянии, как бы, да, поэтому значительная часть позитива в нем уже заложена. Понятно. По крайней мере, я имею в виду... Покупая на слухах, что называется? Имею в виду именно американский рынок, который, соответственно, перформит большую часть остальных мировых площадок, ну, так достаточно, не то что серьезно, достаточно уверенно. По крайней мере, находится хорошо, с хорошей динамикой, находится в числе лидеров. Ну, а если говорить об отечественном рынке, буквально два слова, сейчас мы пойдем новости слушать. Какая-то взаимосвязь будет у нас с американской статистикой и, соответственно, движением? Думаю, в моменте взаимосвязей будет не слишком много, ну, за исключением, может быть, разве только той разницы, что какие-то относительно неожиданные отчетности по секторам, я не знаю, ну, понятно, да, что если, например, вдруг, ну, условно скажем, какой-нибудь, я не знаю, там, к примеру, Дж.П. Морган вдруг вывалит какой-то неожиданно плохой счет, что маловероятно, да, и на этом деле пойдут продавать весь банковский сектор, ну, или покупать весь банковский сектор, ну, наверное, в этой ситуации Сбербанк и в какой-то части ВТБ там, да, будут в этой ситуации немножко лучше всего остального рынка. Ну, мне кажется, локальное смотреть это единственное, единственное последствие, которое для нас с сезона учетности может нести. История абсолютно локальная. Я понял. Хорошо, хорошо, ну, сейчас мы прерываемся, слушаем с интересом новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, продолжим. Продолжим наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. В гостях сегодня Александр Лапутин, руководитель направления персональной брокерской обслуживания Брокерского дома Открытия, и Александр Бохин, заместитель директора управления фондовых операций инвестиционной компании «Проспект». Напомню еще раз. Телефон в студии 6510-99,6, Кутмосковь, 495, сайт компании финам.ФМ. Продолжим наш разговор. Давайте поговорим о российском рынке еще раз. Саша Лапутин, тебе вопрос. Значит, ты свою точку зрения, ну, по поводу рынка акций, по крайней мере, изложил. Говоришь, надо каким-то образом от него дистанцироваться сейчас, да, я так понимаю, до августа? Не ждать, скажем так, не ждать чудес. Не ждать чудес. Обычно мы ждем чудес. Не ждать чудес и не бросаться на то, что сильно упало. Да, потому что отскок может быть. Может быть. Будет. Я даже, скорее всего, думаю, что он будет. Будет он большой? Сомневаюсь. Есть ли шансы вовремя из этого отскока выпрыгнуть? Есть, но небольшие. И, на мой взгляд, как бы, ну, бог его знает, что будет, но, на самом деле, на мой взгляд, велика вероятность того, что рынок будет ниже текущего уровня. Сильно ниже, не сильно ниже, надолго, ненадолго, не знаю. Но пока есть только отдельные какие-то вот такие компании, которые можно рассматривать, как вот оно упало, мы его купили, и, допустим, года за два раза в три. Года за два. Вот это важно. Ну, опять же, здесь я так вот, пальцем в небо, ну, ни месяц, ни два, ни пол. Я не поймал тебя сейчас на слове, а, два года записывай, все, через два года. А забудешь через два года. Нет, вот записал себе. Насечку, да, зарубил. Нет, сейчас речь идет о том, что это не спекулятивные операции, да, это средний, долг, срок, обязательный. Нужно понимать, опять же, что сейчас многие, и я в том числе, с радостью смотрят и потирают руки, что вот наши металлурги упали уже, дай бог. Да, нельзя, да. Да, да, нельзя. Там технически рисуем, там, последняя коррекция в Фибоначчи по вот этому росту с 2008 года, там, все хорошо, все красиво, а по мультипликаторам, ну, не дешевые они, да. То есть, ну, там, конечно, немножко утрирую, но все-таки там Сбербанк по 20 рублей, это было дешево. Мог он быть там, еще в три раза упасть, ты мог. Вот, но сейчас нет таких уровней, где действительно вот прям buy and hold, вот прям схвати и забудь, да. Сейчас действительно нужно аккуратно, аккуратно выбирать объекты инвестирования и дистанцироваться. Еще раз говорю, что вот народ приходит и вот пытаются на плохом рынке получить какие-то чудеса, там, в виде доходности. Не надо, это убьет брокерский счет. Не бывает. Вот, аккуратно, относительно консервативные вещи, вот что мы сейчас пытаемся предлагать. Вот, вот, и вот я как раз к этому хотел бы сказать, а куда же бедному крестьянину податься, да, человеку, который, у него есть задача инвестировать. Если мы говорим про долгосрочные инвестиции, я бы, скажем, поставил себе такую лесенку и, ну, условно говоря, 10% падает, 10% покупаешь. 10% упал, 10% покупаешь. Вот, и это такая, это не спекулятивная стратегия, это стратегия набрать по разным ценам кучу бумаг. То есть именно усредняешься, да, 10% упало, купил, еще 10% упало. Да, но только не усредняешься, то купал, упало, купил, еще раз упало, купил на плечо. Нет, ни в коем случае. Не, не, ну, это понятно. Вот. Малыми объемами захочешь, да? Ну, да, то есть в районе того, что там, грубо говоря, если рынок упадет на 30%, остались деньги. А инструмент имеет принципиальное значение или любую фишку? Можно выбирать. Понятно, что-то упадет сильнее, что-то будет сильнее на откате, что-то будет сильнее там уже вперед после первого отката, там, вперед восстановления. Если инвестор непрофессионально не хочет этому посвящать много времени, не парьтесь, делайте индекс. Тогда, да, отдайте в управление, это я знаю, это ответ я знаю. Нет, 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 это один из вариантов. Просто близко к индексу. Саша, Александр, Бохин, давай, твой взгляд на вещь, что делать инвестору-то сейчас? Ну, вопрос о том, что делать инвестору сейчас, в моем понимании, так сказать, ну, вот немножко, наверное, я бы, наверное, немножко пошире взглянул на этот вопрос. Вот мы здесь в промежутке тоже, да, вот, так сказать, была такая у нас небольшая дискуссия к вопросу о том, где же все-таки можно будет половить дно. Вот, как раз мы с Александром тут пару слов перекинулись, и он сказал, ну, наверное, где-то конец лета, да? Вот, у меня взгляд на этот вопрос, он немножко иной. На самом деле, где-то, наверное, месяца полтора назад в этой же студии мы сидели с вашим коллегой, разговаривали. Я тогда сделал предположение, что, скорее всего, до конца апреля, начала мая, ничего хорошего на рынке мы не увидим, вот, и, скорее всего, он будет депрессивен, он будет падающий, там, насколько сильно падающий, непонятно. И, скорее всего, не вертикально падающий, а, скорее всего, уныло сползающий, вот, ну, в общем-то, наверное, можно констатировать, что, ну, осталось вот у нас как раз до этого времени где-то недели три. Получается, что так в этот раз, как ни странно, с прогнозом я почти что попал. Ну, ладно, что значит, как ни странно, не надо кокетничать, Саш, да? На самом деле, я, наверное, сказал бы так, то, что сейчас происходит, и вообще, вот, так сказать, поиск вот этого вот мифического дна, хотя я вообще не странник того, что его надо искать, на самом деле, да? Нет, ну, это вечная история. Само тиран или поздно найдет. Конечно. Желательно, чтобы депозит при этом сохранился. Совершенно верно. Это, в моем понимании, наверное, не вопрос цен в настоящее время, это, скорее, вопрос времени, да, ну, или тайминга, как это, наверное, модно там принято красиво говорить. И я бы, скорее, смотрел не на то, что стоит дорого, что стоит дешево, а, скорее, смотрел бы на те факторы, которые вообще на этот рынок могут повлиять. На этот, на наш. На наш, да и на наш, и на наш, и на наш, Россия, как мы уже давно говорим, Россия уже давно вышла из состояния эксклюзивности и находится абсолютно в общей матрице, и ничего уникального у нас не происходит. Еще раз говорю, посмотрите на Бразилию, да, полный аналог российского рынка. Стоит к разнице, что падать начал на месяц раньше, ну, и дно, наверное, тоже, так сказать, ну, как, глядя исторически, дно, наверное, тоже отрисует чуть-чуть пораньше, чем мы. Может, уже отрисовал, может, еще и нет, так сказать, что называется, вскрытие покажет. Ну, вот тут, например, так сказать, вот упомянули металлургию, да, что вроде как и цены низкие, а по мультипликаторам вроде как стоят и недешево. Ну, не знаете, давайте смотрим 2010 год, да, когда это все находилось на своих, там, посткризисных максимумах. Цены были, дай бог памяти, где-то примерно, наверное, в 4-3-5 раз выше текущих, ну, там, я не знаю, взять какой-нибудь ММК, который стоил 36, сейчас стоит 8, да, ну, условно. И тогда вроде цены были в 4 раза выше, и вроде по мультипликаторам это было и недорого, да. Да, и все покупали при этом еще. Да, и все покупали, все было хорошо. Что касается, поэтому вот говорить так, что это дорого, это дешево, как известно, ситуация может меняться. И это не вопрос цен, это не вопрос прибыли каких-то компаний, это, по сути, на самом деле, конечно, это вопрос движения денежных потоков, и, наверное, это вопрос цикличности рынков. И, в моем понимании, то, что мы видим сейчас, и то, о чем, опять, наверное, говорили в прошлый раз, то, что мы сейчас наблюдаем, то, что происходит на рынках, происходит и в экономике, то, что происходит и по движению денег по тому, как инвесторы ими распоряжаются, то, что в конечном итоге происходит в фондовой индустрии, да, там вообще, ну, как сказать, ну, что скрывать, творит стихий ужас, да, и это не российский, не только в России, это повсеместные реалии. То, что сейчас происходит, в моем понимании, на 90, уже даже не 90, 99% соответствует окончанию снижающегося цикла, да, то есть мы находимся в самом его конце. И, на самом деле, дальше вопрос очень простой, да, то есть, закончив этот цикл, мы вернемся обратно в нормальный процесс развития, то есть мы получим следующую фазу, фазу роста, да, сейчас уже примерно понятно, на чем она может произойти, эта фаза. То есть все, сигнал уже пошел и деньги уже пошли, вот, и мы это видим, если сейчас, ну, в данном случае я имею в виду, это сигнал нам подала Япония, это первый рынок, который начал разворачиваться и выходить, и, собственно, он, если этот процесс продолжится так, как он идет, то есть, по сути дела, то, что мы сейчас видим, это начало зарождения нового кэрри трейда. То, что закончилось в 2008 году, и то, что имело, так сказать, большой цикл, и сейчас мы видим, собственно, он начал раскручиваться опять, вот, только-только начал буквально, там, совсем недавно. Вот, и эта история может продолжаться в следующие несколько лет. Японцы первые подали сигнал этот, и они первые, наконец-то, у кого-то пришло в голову мысль заявить, что они сказали прямым текстом, нам нужна инфляция, потому что, как мы опять же уже говорили, восстановление в данной ситуации, оно может быть только инфляционным, да, то есть, когда народ поймет, что сберегать деньги в облигациях по 0% невозможно, потому что инфляция их сжирает. Вот, пока нулевая инфляция, соответственно, эта парадигма будет владеть миром, и никуда от этого нет никакого движения в реальную экономику, в реальные активы не будет. То есть, пока людям не нужно будет пытаться получить какую-то повышенную доходность, и пока не будет необходимости тратить сбережения, размещенные под 0%. Вот, это, соответственно, один вариант. Ну и второй вариант, если там мы завершаем падающий цикл, дальше мы переходим в какую-то совершенно новую реальность, которую мы никогда не видели, про которую мы не слышали, где жизни нет. Возможно такое, возможно, но я все-таки, наверное, пока являюсь сторонником первой версии. И в моем понимании, где-то мы находимся в самом конце, ну вот я как-то для себя так сидел, картинку какую-то рисовал, так на столе, так пальцем водил. У меня получилось, что где-то это, наверное, нижняя точка, если я там правильно к секну-супрекинул, то это где-то конец апреля, начало мая. Нижняя точка, конец апреля, начало мая? В моем понимании, да. При этом взгляд был такой, ну, наверное, до этого времени ничего хорошего не будет, будем валиться. Если это так, довалимся, там будем смотреть, что делать. Если в данном случае я прав, да, какие-то покупки мы там уже увидим. Пока, пока что мы видим то, что происходит на рынках, можно называть словом полное уныние, ну, на российском рынке в первую очередь. Полное уныние, тотальная ликвидация, покупают только дивидендные истории. Ну, это ненадолго уже, да, учитывая, так сказать. Да не, ну как, как всегда, почему же ненадолго, то как сказать, покупают как раз надолго, то же как, покупают то, что растет, продают то, что падает. Вот, я думаю, что, опять же, что этот цикл, наверное, где-то он близк к завершению. Вот, но, опять же, как Александр Селл, в России есть буквально несколько бумаг, которые по своим параметрам, наверное, соответствуют тем бумагам, тем рынкам, которые показывали максимально хорошую динамику. То есть тот же самый Магнит, это тот же самый МТС, это тот же самый Сбербанк, которые, да, по своим параметрам, они близки к тому, что мы видим там на лидирующих рынках. То есть там то, на чем они росли, то есть это Мексика, там Турция, не знаю, кто там из Индонезии, что ли, кто у нас там еще. Это то, там, где примерно это развитие, там, где рос потребсектор, там, где рос рынок банковских услуг, там, где крутились деньги, там, где, собственно, косты, так сказать, уровень населения уже невысок, косты небольшие, в принципе, развитие хорошее, все у них было хорошо. Посмотрите, рынки, там динамика просто великолепная за последние пару лет. Рынки разделились, и, собственно говоря, я думаю, что вот этот кусок, вот этот кусок пути мы прошли. Каким будет следующий кусок? Ну, здесь я, наверное, пока что я оптимист, скорее оптимист. Это здорово, ну и, как минимум, да, по крайней мере, я понял, так сказать, возможные пути развития, да, есть некая парадигма, с которой мировая экономика уже сталкивалась, да, выход из текущих, из текущей рецессии путем, да, инфляционного, так сказать, развития, либо какую-то неизвестную парадигму, прилетят марсиане и предложат нам какое-то новое. Ну, это, пожалуй, я бы в модель не закладывал. Я понял, ну и слава богу. Итак, смотрите, мы сейчас вновь прервемся, послушаем новости на Финам.фм, а потом продолжим наш разговор, продолжим более детально обсуждать российскую экономику. Ну что ж, продолжим, продолжим наш эфир. Напомню, сегодня в гостях Александр Лапутин, руководитель направления персонального обслуживания брокерского дома «Открытие», и Александр Бохин, заместитель директора управления фондовых операций инвестиционной компании «Проспект». Мы говорим о том, что нам ждать в ближайшее, может быть, а может быть, и не очень ближайшее время. В принципе, позиции моих гостей более-менее понятны. Если позволите, мне бы хотел услышать ваше мнение по поводу непосредственно экономического развития, ну, ближайших его перспектив, связанных с выбором нового главы Центробанка, что мы проанонсировали сегодня в самом начале. Госдума утвердила, ну, кто бы сомневался. И выступление госпожи Намиулина, вот у нее там такие ключевые моменты прозвучали сегодня, я могу, может, вне контекста, к сожалению, сейчас их произнести, но у меня очень стрельнуло в глаза. Инфляцию на уровень 3-4 процентов, соответственно, снижение программы подразумевается, что, так сказать, более мягкая денежно-кредитная политика. И создание некого мегарегулятора путем слияния Центрального банка, если я правильно понял, путем слияния Центрального банка и ФСФР. Ну, об этом речь давно идет, достаточно уже, по-моему, второй, если не третий год, об этом давно говорится. То есть, наконец-то что-то решили сделать? Ну, я не знаю, что это наконец-то или не наконец-то, поэтому, в общем-то, вспоминая, как, так сказать, у нас работают наши регулирующие органы, ну, тот же вопрос, вопрос не в том, как будет называться эта, собственно, структура, вопрос в том, чем она будет заниматься. Вот, если это будет Центробанк, если он попытается подтаскивать регулирование к банковским нормативам, ну, будет выглядеть, наверное, диковато, да? Если пойдет по какому-то, ну, что называется, разумному пути, как бы, да, там, не пытаясь скрестить там еже и уже, а все-таки выбирая какие-то лучшие моменты, ну, не знаю, я думаю, что сильно хуже не будет, поскольку, там, опять же, в разное время, наверное, на разных и на вашем канале, и в разных других местах, вот сколько говорили, что те задачи, которые ФСФР должен был решить там за 10 лет, вот, так они как их не решили, так они до сих пор не решены. — В новом формате, да, вряд ли можно говорить, что именно в новом формате сейчас они начнут решаться. — Ну, рано или поздно, я думаю, они решатся, все равно это случится. Ну, опять же, знаете, когда в свое время шутили, да, в России каждый проект корпоративного слияния, там, на государственном уровне, он занимается в среднем 7 лет, да, то есть, ну, собственно, этот проект уже идет, то есть, об этом говорится уже там, ну, понятно было еще лет 10 назад, но активно уже там говорится лет 5, но, в принципе, еще пара лет есть на решение. — В запасе еще есть, да. Ну, бог с ними, ладно, с мегарегуляторами. Александр, Лапутин, да, Саш, давай, вот по поводу. — На счет мегарегуляторов. — Хорошо, давай. — То есть, прости. Вот. Взгляд с другой стороны совсем. Есть Европа, где, в принципе, вся культура инвестирования, все привлечение денег идет, в основном, через долговое финансирование. Фондовый рынок Европы по развитости, ну, не по уровню, там, скажем, технологичности, а по развитости, по проникновению в экономику не сопоставим со штатовским. Фондовый рынок, имею в виду, в Штатах. Собственно, культура инвестирования — это, в основном, конечно, инвестирование в капитал. Фондовый рынок колоссальных объемов. — Как говорят, каждая бабушка имеет хоть какую-нибудь, ну, акцию. — Дума хозяйка, там, так принято говорить. — Переводь на русский бабушка. — Она могла быть молодой, почему? — Ну, неважно. — Чего ты начинаешь? — Вот. Действительно, и культура инвестирования там есть. И это стимулировалось десятками лет, причем при принятии законодательных актов, которые защищали инвесторов, которые стимулировали инвестиции и так далее, и так далее, и так далее. — Понимаете, вопрос. А по какому пути пойдет Россия? Понятно, что путей не два, путей там намного больше, но вот это вот два таких прям вот, ну, неполярных, можно сказать, полярных пути. Вот мы получаем, что Федеральный Союз по финансовым рынкам, она, ну, там, чтобы не соврать, там работает 1200 или 1700 человек, а в ЦБ — 25, что ли, тысячи или так далее. То есть это, грубо говоря, отдел. — Центрального банка. — Да, это, ну, конечно, департамент. — Ну, департамент, понимаешь, это будет отдельная служба, да? — По финансовому рынку. — Вот, и с точки зрения дальнейшего, вот уже глядя так глобально-глобально на все это безобразие, я боюсь, что мы все-таки повернем скорее к европейскому пути, чем к американскому, да, когда в первую очередь вопрос инвестирования будет там, как бы, а куда деть деньги? Это будет в первую очередь депозит, в вторую очередь облигация, в третью очередь облигационный какой-нибудь фонд. — И только в десятую очередь? — И только в десятую очередь акции, да, в девятую, дай бог, если структурные продукты. Вот, ну, скажем так, культура эта формируется ни год, ни два, и, наверное, там, не 10 лет, да, вот, но это тоже такая вот монетка в копилочку скорее европейских систем. — Ну, не знаю, насчет европейской и американской системы, тут насчет систем Саша абсолютно прав, но, не знаю, по-моему, в моем понимании вопрос так даже не стоит, нам от российской системы куда-нибудь уйти. Хоть куда-то, да, хоть к европейской, для начала. — То есть неважно, да, тут выбор сейчас принципиально значения не имеет. — Соглашусь. — Нам нужно как-то цивилизованную рыбу поближе. — Вот, а что касается главы ЦБ... — Извини, вот очень интересную тему ты затронул. А на твой взгляд, вот для России, ну, если все-таки, да, говорить о том, что Россия ушла от российской модели, которая никакая... — К сожалению, пока не ушла. — Не ушла. — Ну, друзья, нет, это очевидно. Но если предположить, что она наконец-то ушла, что начались какие-то движения в сторону создания цивилизованного и так далее, на твой взгляд, вот, как бы выгоднее, да, или охотнее, реальнее, правильнее, в сторону какой модели было бы? — Ну, здесь, если говорить экономическими терминами, то вопрос. — Соотношение веса, долей, роли в перераспределении капитала между банками и инвестиционными институтами. Фактически, что? Если, ну, Европа, система, все несут деньги в банк, банки потом все равно кредитуют, экономят, инвестируют. В Штатах все идут, условно, в mutual funds какие-нибудь, и они тоже инвестируют. Вот, вопрос, грубо говоря, что будет сильнее или там, насколько... Что будет сильнее, понятно, банки всегда будут сильнее, это очевидно, да? Насколько крупные и значимы будут инвестиционные институты. У меня мнение очень субъективно, я работаю на фондовом рынке, поэтому мне очень бы хотелось, чтобы, конечно, скажем, инвестиции в фондовый рынок были более популярными и так далее, и так далее. Ну, как минимум, популярными они были бы, потому что, действительно, если говорить о статистике, ну, там, какие-то смешные проценты, мы говорим, да? У нас инвестиционная грамотность населения на уровне, там, 2-3 процента, причем эти проценты знают о том, что такое фондовый рынок, ну, так, понаслышке. Это правда. И, как правило, еще и негативные универсия не понимают. Да, но что касается экономики, безопаснее, конечно, сейчас пока идти по развитию банковской системы. Ну, просто потому что они сильнее, они более подготовлены и так далее. То есть, если взять сейчас, не знаю, там, треть всего вот этого капитала взять и сказать, что, а вот давайте мы там треть отрежем, пусть это через инвестиционные... А извини, пожалуйста, а прецедент с Кипром не может вот эту модель каким-то образом изменить? Нет. Лучка простая, а отнимают банковский депозит, понесут на фондовый рынок. Понесут в другие банки. Я бы, на самом деле, здесь, наверное, не согласился с коллегой и поясню, почему. Понятно, что совершенства в мире нет. И любая система имеет свои издержки, там, свои какие-то недоработки, свои риски, вот. Но, опять же, как показала практика, мы уже пять лет живем в состоянии кризиса, да, мирового. И, как показала практика, европейская система по факту, да, у тебя и более зарегулированная, якобы более защищенная, оказалась гораздо более кривоногая, да, гораздо более ранимая, да, и гораздо более ущербная, нежели американская, с, казалось бы, более высокими рисками, да. Потому что, как только случился первый чих, да, что мы видели в Америке, да, там был свой Лемон, естественно, да, там были проблемы с фондами, и они там регулярно бывают. То есть, какое-то количество, большое количество фондов каждый год закрывается, кто-то банкротится, да, но, несмотря на всю вот эту историю пятилетнего кризиса, несмотря, там, на кратное снижение стоимости активов, несмотря на разнообразные, так сказать, вызовы, которые вот эта мировая экономика получала, да, в Америке эта проблема, тем не менее, как ни смотри, она системной не стала. В Европе, как она вот получила, так сказать, начиная с, наверное, 2009-2010 года, когда начали, начались вот эти проблемы, да. С Грецией, да? Нет, это когда еще начались вот эти проблемы, там, с итальянскими банками, когда потребовались до внесения все эти капиталы, да, вот эти, и система европейских банков, да, и она получила очень серьезные удары, банке пришлось, кто-то закрылся, кто-то реструктуризировался, никто, так сказать, в стороне от этого не оказался, вот, и эта проблема, да, если в Штатах как-то все более-менее выровнялось, да, где-то докачали капитал, кого-то подприкрыли, кого-то заштрафовали, но, в общем, в целом система работает, да, в Европе она чихает, кашляет, и конца края этому не видно, вот, поэтому тут, на самом деле, вопрос как раз сводится к тому, что, так сказать, более правильно, более правильно, так сказать, когда есть какое-то количество, по сути, банкиров, которые, по сути дела, являются там на фоне крупных банков, на уровне крупных банков, которые, по сути дела, являются чиновниками, да, которые решают, куда распределить это, куда распределить то, да, куда они решают это. Да им куда сказали распределять? Да им распределяют, да. Центробанк что попросил, то они и сделают. Либо когда существует, так сказать, действительно емкая индустрия, потому что нет такого фонда, да, который держал бы, я не знаю, там 30% рынка. Есть огромные фонды, но все равно они не более чем кусочек. А каждый фонд, если там жглубже смотреть, да, там, не знаю, взять кого угодно, там тот же, там, не знаю, Пимка, там BlackRock какой-нибудь, Magellan, они на самом деле, это не фонд, это семейство фондов. Там этих фондов сотни на самом деле, да. И, собственно, каждый агент, который приводит сюда деньги, он на своем уровне решает, а что, собственно, он своими деньгами делать хочет. Такой более коллективный разум. Понятно, что инвестор, конечно, в массе своей он мало образован и не продвинут, да. Но это, опять же, вопрос принесения вот этой культуры, как вы сказали, в Америке это культивировалось годами. Но в любом случае, уже даже, наверное, не то, что самый непродвинутый, но, по крайней мере, средний инвестор, да, в принятии своего решения, наверное, будет в среднем более прав, чем средний зарегулированный чиновник, который, по большому счету, не особо чего-то хочет от жизни, а после того, как уже директивно всем... Он как минимум хочет сохранить свой пост, правильно, еще на какое-то время. Да, после того, как всем директивно порезали, сказали, что бонусов вам больше не платим, да, потому что вы такие-сякие нехорошие, да, там не оправдали нашего доверия, да, вот, всех порезали, да что, да и вообще им больше ничего не надо. Сидит, теплое кресло, хорошее, так сказать, личный водитель, хорошая машина, уважаемый человек. Что еще нужно, чтобы спокойно встретиться? Неплохой доход. С этой точки зрения, конечно, как бы спорить не буду. Другой вопрос, что наша, там, наша система вот этого вот именно инвестиций в капитал, да, инвестиционные, она, конечно, не развита до такой степени, чтобы выдержать там удар, который выдержала, и, кстати, очень хорошо действительно самортизировала американскую систему, да. Вот, конечно, у нас банки более развиты, чем инвестиционные институты сейчас, но, еще раз говорю, мне бы очень хотелось, чтобы это менялось в сторону, как бы, инвестиционных вещей. А, кстати, вот этот эпизод, когда будет создан мегарегулятор некий, да, ведь тут у нас как раз есть банковское сообщество. Решение уже принято, так же все нормально. Да, создан мегарегулятор, есть, как бы, интересы банковского сообщества и в то же время интересы, так сказать, да, сообщества инвестиционного. Вот, в этом случае, может быть, есть логика, они каким-то образом вместе будут... Вот я поэтому говорю, что, ну, с одной стороны, деньги там и там, с другой стороны, катастрофически разные принципы, ну, инфраструктура, там, работы, даже задачи и так далее, да. Вот, ну, вот, не знаю, на мой взгляд, я не говорю, что это хорошо или плохо и так далее, на мой взгляд, все-таки, скажем так, решение, вот, зависимость ФСФР, да, как от ЦБ будет все-таки... То есть они будут неравнозначными, да, неравнозначными? Нет, они не могут, на мой взгляд, они не могут быть равнозначными ни по каким параметрам. Во-первых, объем капитала там и там очень сильно разнится, развитость инфраструктуры сильно разнится, ну, развитость, я имею в виду, вот, самих институтов инвестиционных, инвестиционных, механизмов, да, и, то есть, собственно, ну, справедливости ради, ну, не вижу я среди руководства, не среди руководства ФСФР, а среди руководства там вот страны и так далее, там, особого желания развивать вот эти инвестиционные вещи. Банки, да, вот вам Госбанк с хорошей надежностью, вот вам депозит, все, ребята, давайте сюда. Вот, то есть, ну, такие вот декларативные вещи, что, да, мы хотим, чтобы народ инвестировал. Ну, хотим. Хотим, да, а как это реализуется, мы пока не видим. Ну, еще раз слушаем новости на Финам.фм, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, последняя часть эфира, давайте еще одну важную тему, на мой взгляд, мы все-таки обсудим с моими гостями. Это, ну, как минимум, да, утверждение госпожины Бюрины на посту главы Центрального банка, ну, и ожидаемые изменения монетарной политики. Все-таки хотелось об этом поговорить, ну, ваше мнение, как минимум, услышать по этому поводу. Александр, давай с тебя начнем. Саша, Лапутин, что ты по этому поводу думаешь? Ну, она уже заявила, что революции не будет. Она сказала, что будут кадровые перестановки, но не будет кадровых, как бы, сильных кадровых изменений. И так, чтобы всех всю верхушку взять, снести, поставить новых, да. Это, ну, это понятно, что означает преемственность курса, о чем тоже заявлялось. Ну, на мой взгляд, как бы, глупо делать революцию в таких вещах глобальных, как Центробанк и так далее, да, то есть, ну, нет необходимости, по крайней мере, сейчас. Вот это все понимают. Да, от нее ждут... Ну, а смотри, извини, о решении проблем, ну, вот, в частности, мы сейчас их еще раз озвучим, решение задач, точнее, да, которые стоят перед Центральным банком, всегда связано с тем, что надо, вот, как раньше говорили, да, все снести и заново построить. Это всегда так, то есть, всех уволить и новых набрать. Да нет, конечно. Их уволить, новых набрать, замучиться учить новых для начала, вот. То есть, здесь, опять же, задачи понятны, то есть, это ценовая стабильность, как любят говорить европейцы, да, фактически, инфлюзионные, термитивы, термитирование, да. Вот. Вот, хотят, идет речь о том, чтобы поставить в задачи Центробанка каким-то боком экономический рост, но это будет вообще прям вот, если это будет, мне, по-моему, интересно, как это будет. Вот. На мой взгляд, все-таки до этого не додумаются, да. Вот. Да, ждут каких-то стимулирующих мер экономики. Возможно, они будут. То есть, возможно, там, несмотря на инфляцию, каким-то образом ставочку порежут. Сильно? Вряд ли, потому что, ну, опять же, можно сказать, корректировать какую-то эту вот, там, политику установления ставок немножечко, дать какую-то, я не знаю, там, открыть какой-то кранчик при необходимости. Послабление дать, да? Послабление и так далее. Но сильно политику не изменят, да. И, опять же, там, УЦБ куча, куча, куча всяких вариантов управления, там, регулирования ликвидностью в банковской системе, там, начиная от ставок, коих, кстати, не одна, заканчивая, да, заканчивая, там, тем же самыми нормативами резервов, да, поэтому я бы вот здесь не ждал бы ничего такого, а вот, ну, на мой взгляд, ожидание снижения ставки, ожидание снижения рубля, вот рынок на них, может быть, немножечко отреагировал. Но это все еще раз говорю. Отреагировал. Отреагировал, да, но, на мой взгляд, вес вот этого фактора, он утопает во всех остальных, скажем так, внешних воздействиях на рубль. Я понял. Ну, вот, кстати, если говорить о последних событиях, мы видели, да, буквально, как на прошлой неделе, резкое движение, практически на фигуру, да, 31-31,80, и сейчас опять мы упали, поставили на место. То есть, грубо говоря, на Эльвире и на Биулине я бы не торговал. Это не тот повод, на котором можно принимать какие-то движения. Ну, на ожидании смягчения процентности. Ну, может быть. Саш, твой взгляд на вещи. Александр Бохин. Ну, мой взгляд на вещи, я думаю, мне мало есть, что добавить к тому, что Александр сказал, я, честно говоря, не вижу это назначение как некий триггер, как некий триггер для каких-то дальнейших действий. Политика Центробанка, она в определенном смысле, как бы, ну, она как-то уже определена, и я не думаю, что эта определенность будет каким-то образом меняться. В ближайшем будущем, ну, по крайней мере, в том случае, ситуация останется такой, какой она есть. Это первое. Второе. Если бы проблемы, нынешние проблемы России, они были связаны исключительно с монетарной политикой, да, вот, наверное, конечно, стоило бы этот вопрос достаточно глубоко копнуть. Но у нас, в моем понимании, проблемы, большая часть нашей, они лежат несколько в другой области, да, и кого там не поставь, хоть Гринспена поставь, как бы, да, хотя, нет, лучше, конечно, не надо, но... Хороший день. Да, но даже поставь его туда, да, там, или кто там у нас, так сказать, основатель монетарной теории, я не знаю, там он, там, не знаю, Кейнс, кто у нас, да, он все равно наших проблем он не решит. Немножко все это... Они в другой плоскости. Немножко они в другой плоскости лежат, и это есть некое приложение. То, что, наверное, как бы, да, там, то, что может делаться Центробанк, действительно, да, это работать в сторону понижения ставок, да, но это понижение ставок, собственно говоря, нужно в первую очередь для, собственно говоря, понижения тех процентов, в первую очередь, по кредитам, которыми вынуждены там пользоваться российские предприятия, в первую очередь, там, мелкие и средние. Ну, да, потому что души, нынешние ставки их души, да, каким-то образом. Вот, а это не есть там какая-то там осознанный выбор Центробанка, это следствие общей ситуации, которая там в стране происходит, и решать этот вопрос, мы понимаем, уже только в комплексе, да, насколько там на это способна, на Беулина, как бы, да, там, ну, не знаю, не банкир, как бы, да, там, ну, пришла, мне кажется, она фигура больше политическая, да, в данной ситуации, нежели реальная, и какие-то фактические действия, мне кажется, будут все-таки осуществлять немножко другие люди. Эксперты. Ну, да, другие люди, которые, скорее всего, останутся в своих местах, ну, а как там будет дальше? Ну, опять же, говорю, вскрытие покажет. Вскрытие покажет. В этой связи, если не возражаете, все-таки мы заявили сегодня о прогнозах каких-то. Я себе два слова по ожидаемому курсу рубля. Вот, ну, о последних событиях я сказал, 31,8 сейчас локальный максимум. Есть ли основания, Саша, с тебя давай начнем, Александр Бохин. Есть ли основания ждать, ну, и сейчас мы уже, как бы, сейчас на обывательском уровне рассуждаем, потому что слушатели озадачены, озабочены, курс рубля к доллару падает, куда идти, что делать, да, сразу в обменник бежать, менять, не дай бог, срочно кого-то на куда-то. Средства массовой информации пестрят этими провокациями, вот, 34, 35, 45 и так далее. Вот, в связи с тем, о чем мы говорим сейчас, есть ли повод ждать существенного снижения курса рубля по отношению к доллару? Скажем так, я думаю, что есть повод, если есть такой повод, да, то этот повод можно ждать только в одном случае, в случае более или менее ощутимого снижения доходной части бюджета. Это единственный повод, в случае которого можно ждать действительно такую ситуацию с каким-то более или менее серьезным ослаблением. Это, на мой личный взгляд. Насколько такой вариант развития событий реален, ну, то есть, по сути дела, говоря русским языком, то, что цены на нефть последуют за ценами на все остальное, и также дроболызнуться, да, там, как это сделали цены на софты, цены на металлы, там, цены на, что там у нас еще есть, там, на какие-то мягкие, и так далее, да. Это достаточно, да. Да, вот. Скажем так, исходя из, там, той, так, наверное, версии, которую сейчас придержишь, мы находимся, наверное, где-то вот в конце цикла, да, то есть дальше, если мы пойдем в растущую фазу цикла, не думаешь, что там нефть куда-то будет сильно расти, но, скорее всего, не будет сильно и падать, да, то есть... Что важно, важнее даже. Да, а в данной ситуации для, именно для России, для России, для российской экономики важно не, там, какое-то дополнительное наполнение бюджета, а важно именно все-таки какая-то, наверное, концепция развития, и, как мне представляется, все-таки власть будет скорее стремиться к этому, да, поэтому при сохранении, при сохранении тех основных каких-то макроэкономических показателей, которые есть сейчас, я не думаю, что власти будут пытаться как-то вывести вот этот бюджет в профицит, возможно, позволят себе сохранять некую дефицитную часть, но при этом все-таки постараются, чтобы какие-то колесики закрутились, потому что, ну, то, что называется «так жить нельзя», там, потому что все это уже понимают, действия какие-то в этих направлениях предпринимаются, но пока это все настолько слабо и неосознанно, да, ну, в конечном итоге, но вектор все-таки там в эту сторону идет в какой-то момент, во что это должно вылиться, поэтому я бы сказал так, если не будет каких-то глобальных потрясений, то я думаю, что скорее ситуация будет более-менее стабильна. Возможно, да, некоторые ослабления увидим, но, опять же, да, при пределах разумного, скажем так, если озвучена таргетированная инфляция, там, не знаю, в 3-4%, ребята, извините, о каком ослаблении рубля мы говорим, это либо одно, либо другое, потому что понятно, что если мы увидим рубль там по 36, никаких 3%, да, речи быть нет и быть, разумеется, не может. С другой стороны, насколько осуществил, да, вот этот таргет по инфляции на уровне 3%, что ты по рублю скажешь, Саш, Александр Лапутин? По рублю, да тоже, опять же, соглашусь, на самом деле, практически полностью, я думаю, что сползти рубль сейчас может, вот, скажем так, с ликвидностью в банках, я не знаю, пока такого прям, прям так, что караул-караул такого пока нет, хотя ликвидно зажимают банковскую, да, вот, я бы ставил скорее на такое вот небольшое сползание, может быть, там, какими-то прыжками, может быть, спокойно, да, вот, но опять же, как вот, как сказать, такого системного, так, чтобы рубль взяли и переставили принципиально на другой уровень, конечно, пока, пока этим не пахнет, оно, на самом деле, никому и не нужно, да. Свалится нефть на 80, переставит никуда не держит, да, он сам перестанет, да, он перевстанет. Поднимется она сдуру на 120, точно так же переставит, но в другую сторону. Да, то есть, здесь, здесь, здесь сейчас при более-менее стабильных, стабильных ценах на вот эти вот товары, от которых мы зависим, там, платежный баланс в основном, конечно же, смотрим, вот, я не, 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 не думаю, что что-то там будет такое сильно, сильно страшное, но с другой стороны, да, если без видимых на то причин, действительно, как-то спекулятивно на чем-то, непонятно на чем, занесут рубль, там, в район 33-33 с половиной, вот хороший, там, хороший вариант сыграть на, сыграть в обратную сторону, да. Ну, усиление, усиление. Да, ну, опять же, мы понимаем, что все равно, там, принципиально все активы, они, у него есть некая справедливая стоимость, условно говоря, которую никто никогда не посчитает, но она где-то там, вот, условно, в экономике есть, и активы двигаются вокруг нее, спекулятивно, там, прыгая, грубо говоря, из перекупленности в перепроданность, там, движимые какими-то новостями. Ну, если говорить о курсе рубля к доллару, может быть, справедливая стоимость в районе вот того, что заложено в бюджете, может такое быть? Да нет, но на самом деле она же зависит, действительно, от активов, от тех, которые формилуют наш платежный баланс. Справедливая стоимость наша как суслик, да, то есть все знают, что она где-то там в поле есть, а профессиональные зоологи даже знают, где именно, а то, что мы ее не видим, в конце концов, это наша проблема. Мне нравится, у тебя сегодня аналогия, мне нравится, да. Поэтому в случае серьезных отклонений, без видимых на ту причину, да, неподтвержденных там движением нефти или чего бы-то еще активов, да, по серьезным отклонениям, конечно, нужно играть на возврат условный средний, да, но это спекулятивные вещи, я не вижу серьезного тренда. Ну, самое главное, да, самое главное, что особой динамики, да, мы с вами не ожидаем. Время закончилось, спасибо вам огромное за участие, уважаемые слушатели, спасибо за внимание, всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok